Добрый день, дорогие друзья! И сегодня у нас тема спасать или не спасать, помогать или не помогать. Я готов спасти все человечество, всех вылечить, всем посоветовать и всех проконсультировать. Смотрите, как сейчас экстрасенсорика и психология набирают популярность. Действительно, время очень напряженное и очень большое количество людей испытывают стресс. Действительно, им надо помогать снимать это напряжение. Либо же обучать их снимать это напряжение. Я за вторую часть. И получается, что перед многими людьми стоит выбор. Идти ли, например, в ту же психотерапию, заниматься ли психологией, заниматься ли экстрасенсорикой, астрологией, консультированием и так далее. Таро, куча направлений. Люди работают. Более того, сегодня очень модно в разных практиках приглашать человека, например, тот же ТЭТА-ХИЛИНГ, РПТ и так далее. И сразу гарантировать сертификат на выходе давать. И гарантировать, что вот ты останешься в этой системе. И у тебя однозначно будет уже бизнес, свое дело, свои клиенты. И очень многие идут за деньгами. Давайте посмотрим все-таки, а стоит или не стоит, а надо или не надо. Действительно ли спасать других стремятся те, кто сам нуждается в спасении? Да, господа, на самом деле это так. И нашему уму свойственно все разделять на части. То есть, когда мы говорим, например, о помощи, значит, одновременно человек говорит, если я не помогаю, значит, я отвернулся. Если я не спасаю, значит, я равнодушен. И так далее. То есть, мы выбираем крайности. Наш ум всегда делит на крайности. А правда, она где-то посередине. Она там, где где-то есть. И если человек, например, отворачивается от другого, не протягивает ему руку помощи, или отказывается идти дальше, становиться супервизором, или еще так далее, у него возникают некие еще и моральные нормы. А как это ты не хочешь помогать другим людям? Ты же вот тогда черствый, ты отвернулся и так далее. То есть, общество, построенное на манипуляциях и на представлениях, да, зачастую, да, не зачастую, практически, постоянно управляет жизнью человека. И человек просто забывает вообще, зачем он пришел в этот мир. Он забывает, что абсолютно каждый человек родился со своей конкретной нейронной сетью. И далеко не во всех этих нейронных сетях прошита задача спасать, помогать, консультировать, оказывать вот эту помощь. И одновременно нам всем дан речевой аппарат для того, чтобы мы могли чисто по-человечески вечером за столом посидеть друг с другом и помочь человеку облегчить его душу. И, понимаете, только в одном случае это будет бизнес, а в другом случае это будет разговор по душам, да. Очень-очень широкая тема, очень большая тема, и она очень разноликая. Как подойти к ней структурно? То есть не просто, чтобы вот я здесь посидела, побредила вечер, а так, чтобы у вас в голове у каждого, у каждого сложилось свое представление, да. То есть важно не то, что я сейчас буду говорить, а то, что вы будете слышать. Потому что готовых рецептов нет. Потому что, силя, например, здесь, в комнате, в кресле, я никогда не вникну в те предназначения, которые прописаны в ваших головах. И только каждый из вас может определить, надо ему это или не надо. Я дам концептуальный подход, как смотреть на ситуации, когда вы стоите перед выбором спасать или не спасать, помогать или не помогать, советовать или не советовать и так далее. Чтобы немножко вырваться из сетей представлений социума, да. Как я подхожу. Когда у меня возникают в жизни ситуации, когда есть выбор, да, я всегда задаю себе вопрос, зачем мне это? Зачем мне данная ситуация? И что я из нее конкретно, какие уроки я из нее извлекаю? Какую пользу я из нее извлекаю? Готова ли я сейчас играть в эту игру? Либо же я выберу другую игру, свою игру и буду играть в нее. То есть я всегда смотрю на мир с позицией вовлекаться мне во внешнее или не вовлекаться. Потому что в любом случае, если вы начинаете оказывать кому-то помощь, вы уже вовлекаетесь во внешнее. Значит, вы выбираете эту игру, а игра будет иметь свои последствия, и неважно, какие плюсы или минусы. То есть если вы начинаете играть роль спасителя, то однозначно сложится треугольник. Там будет жертва, там будет преступник, там все будет одновременно, да. И вы на себя напялили уже эту роль. Вы играете в нее. Другой момент, но вам эта игра может быть нужна. Как на это все смотреть, втягиваться или нет? Я на все смотрю с позиции, что я творец своей реальности. А все люди в ней – субъекты моей психики. Да? И если я в своей реальности зачем-то допускаю ситуацию, где развивается событийный ряд показаний помощи, я рассматриваю со всех сторон, зачем мне это надо. И зачастую, да, включаюсь, помогаю. А вот и очень часто, практически в большинстве своих случаев это идет еще и бескорыстно. Хотя корысть есть. Да? То есть деньги – это не всегда отражение корысти. Есть еще куча выгод, кроме них. Например, если оказываешь помощь по магии, то почему не потренироваться? А как по-другому научиться, если не тренироваться на людях, то на ком еще тренироваться? Да? Очень-очень много таких аспектов, но центр внимания, центр моего внимания всегда смещен в меня. Я предлагаю вам точно так же оценивать ситуацию. Если это надо вам, если центр внимания смещен в вас, то вы уже не рождаете спасителя, жертвы, преступника. Вы идете из гармоничного, равновесного состояния. В гармонии каждый получает выгоду. Один получает результаты работы с ним, другой получает, например, тренировку. Либо, либо, либо. Если решается вопрос с финансовым участием, значит с финансовым участием. То есть мы убираем треугольник. Треугольник, спаситель, жертва, автор. Мы выходим в равновесное балансное состояние, когда обе стороны довольны, и они оказали друг другу услугу. Это даже можно не относить к помощи, это можно не относить к спасению, это можно назвать просто коммерческие услуга. И это никак не связано с деньгами. Это абсолютно добровольное решение о том, что мы вот сейчас сыграем в такую игру вдвоем. И при этом, когда я принимаю это решение, я не жду от другого человека ни благодарностей, ни почестей, ни поклонов, ничего. Потому что, когда мы вовлекаемся в любую игру, надо понимать, вот если мы уже из гармоничного, из балансного состояния, вовлекаемся в какую-то игру, да, принимаем решение, что эта игра мне нужна, я в нее сыграю, значит, маятник в игре качнется. В любом случае, как бы ситуация не развивалась, маятник будет всегда двигаться и в обратную сторону. А это значит, возникнет напряжение, даже когда оно незначительное, мнимое, когда его надо будет остановить, не дать качаться, когда у вас возникнет ситуация, когда, ай, какой он козел, он плохо поступил по отношению ко мне. То есть, сперва плюс, потом минус. Вот этот вот маятник, он всегда должен остановиться в равновесном состоянии, да, чтобы он не качался. И максимально действовать из равновесия, потому что, как только вы начинаете раскачивать качели эмоциональные, вовлеченности в игру, вы имеете и плюс, и минус. Одного не имейте. Я предлагаю всегда исходить из баланса и из концентрации внимания на себе. Это надо мне. Я решаю свои вопросы. Я делаю это, потому что это в моей реальности сейчас, я считаю, оптимально. И не жду за это никаких вознаграждений. Иных, кроме тех, которые вы договорились. Я понимаю, как сейчас сложно вот это все воспринимать. Ведь мы же привыкли раздавать направо-налево советы, даже не договариваясь, не спрашивая с другой стороной, а надо ли им эти советы. Мы привыкли решать очень многие вопросы на эмоции. Ай, раз включился, поиграл. А потом треугольник нарисовался, и вот уже идет завал в жертву или завал в преступника. Это все низкочастотные состояния. Поймите, в них сохранять вот эти балансные равновесные состояния в любви и радости очень сложно. Так зачем себя провоцировать на них? Понимаете? Но если вы можете работать из баланса, то тогда это не будет называться помощью. Это будет называться сотворчеством. Видите, какая подмена у нас в социуме? Да? А где же тогда отвернулся, не помог, и пошли манипуляции? Они тоже там внизу. Внизу. При другом уровне сознания этого нет. Подходы другие. Понимаете, господа, я вот прошу вас задуматься, обращаю на это внимание, прошу задуматься на эту тему, потому что она имеет свое продолжение. Когда человек на первичной выгоде и на манипуляции, например, соглашается, да, я буду психотерапевтом, я буду супервизором, я буду, я буду, я буду, я буду оказывать помощь. Кстати, в экстрасенсорику приходит, ну, процентов 80 людей с фразой «я хочу помогать другим», да? И так оказывается, что они таким образом уходят со своего жизненного пути. Они не хотят найти свое предназначение, они не хотят найти, зачем вот им даны эти нейронные связи определенные, зачем они родились именно в этой семье, зачем им нужно было именно это образование, зачем им надо было именно этот социум, именно эта обстановка и так далее. Ну, зачем думать о своих, о том замысле, с которым пришла их душа играть, да? Если можно прийти, о, вижу, вижу маркетинговую сеть, почему бы мне в ней не попробовать поиграть? И так человек играет в чужие игры всю жизнь. А самое ценное в нашей жизни, что есть, это время. Оно предопределено, да, определенное количество времени, определенное количество жизненной энергии на это время. И получается, что вот это время профуканно. Вы зайдете на следующий инкарнационный круг с тем же самым замыслом, потому что вперед так особо и не продвинулись. Душа вроде играла, она же пришла с чем-то, но так и не отыграла. Хотя это тоже концепция, и кто-то может эту концепцию не принимать, и это абсолютно логично и абсолютно правильно. Всегда имеет смысл принимать те концепции, которые выгодны в моменте здесь и сейчас. Вот, если уже говорить о магии и об осознанности. Но, следить за тем, чтобы играть в свою игру, я считаю, что это важно. Ну вот для меня, во всяком случае, это важно. Есть моя игра, есть моя увлеченность, есть мои задачи, есть мое хобби и так далее. Все остальное попутно прилагается. И самое ценное, что осознается, что время тратится действительно на то, что человек занимается своим делом и идет в гармонии со своей душой. Это важно, потому что невозможно выстроить иную гармонию, невозможно быть в балансе, если вы не в гармонии и не в балансе со своей душой. А она всегда играет по своему сценарию. В то, что она предначертала. Как-то так. Я думаю, я подробно и нормально объяснила. Если вдруг что-то непонятно, пишите. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok